Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас мое старое стихотворение, которое называется «Улочки города Пинска». В этом городе маленький Хаим постигал прикладные науки, Он прилежен был и угнетаем, вот и создал Израиль от скуки. Здесь по улочкам девочки гали, или голды сапожки стучали, А на кухне у мамы кричали, или бегали, или молчали. Исчезают истории в страхе, и проносятся войны лихие. Все в осколках, испачканы в прахе, вырастают мытарства людские. Здесь, по улочкам Пинска гуляя, не пугайтесь ни собственной тени, Ни трамвая и ни полицая, ни любви с ароматом сирени. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Город Пинск. Второй по числу сохранившихся памятников архитектуры в Беларуси после Гродно. На протяжении столетий в Пинске возродились гражданские культовые постройки, В которых сохранялись не только местные традиции и черты полесского зодчества предыдущих эпох, но и использовались достижения европейской архитектуры. Многочисленные войны и восстания, прошедшие через Пинск, уничтожили большинство культурного наследия города. Хайм Вейцман, первый президент государства Израиль, которому я имел честь пожать руку, окончил Пинское реальное училище, Голдемейер, четвертый премьер-министр Израиля, с 17 марта 1969 года по 1974 год. Детство провела в Пинске. Вот так. Спасибо за внимание к моему творчеству.